Спасибо, Павел, который помогает мне, включил запись. Мы сегодня все будем записывать, потому что тема у нас сегодня очень нужная. Это важные для НКО налоговые и бухгалтерские новеллы 2023 года. Я напоминаю, что семинар организует благотворительный фонд развития «Сообщество Гарант» в рамках проекта «Территория роста. Вызовы времени» при поддержке фонда президентских грантов. С нами сегодня коллеги из правовой команды. Это Ирина Кощеева, она начнет сегодня наш вебинар, бухгалтер. И Екатерина Васютина, юрист. Коллеги, я надеюсь, ничего не наврала. Ирина, я передаю вам слово, отключаю свой микрофончик и продолжаю работать с нашими гостями. Добрый день, я очень рада всех приветствовать. Сегодня попробуем объять необъятное с Екатериной. Информации очень много, но попробуем начать. С 2023 года у нас вводятся новые понятия, такие как единый налоговый платеж. Кратко мы будем его называть в дальнейшем ЕНП. Это новый способ уплаты налогов, обязательных платежей. И ЕНП с 1 января 2023 года стал обязательным для всех налогоплательщиков. Прошу обратить ваше внимание, что ЕНП – это не новый налог, а новый способ уплаты налогов и страховых взносов, которые были ранее. То есть у нас все ставки остаются старыми, но способ оплаты этих налогов и взносов становится новым с 1 января. В 2022 году уплата налогов, взносов, пенни и тому подобных платежей производилась отдельно по каждому налогу, а сейчас платим налоги и взносы одним платежным поручением. С введением единого налогового счета, кратко мы будем его называть ЕНС, это тоже новое понятие теперь для нас, не будет ситуации, как нам обещает законодатель, когда одновременно имеется переплата по одному налогу, а по другому будет задолженность. Мы все знаем, как мучительно ведутся сверки с налоговой инспекцией. Если бухгалтер сделал ошибку в КБК, указал одну неверную цифру, то приходится включаться в переписку с ФНС, чтобы уточнить тот или иной платеж. Теперь эти ситуации будут исключены, но об этом по порядку расскажу чуть позже. Значит, для резюмируем, да, общая налоговая ставка ЕНП не предусмотрена. Он является платежом, не является платежом в привычном смысле, то есть это некий такой, как аналог электронного кошелька, расчетов с бюджетом. По каждому налогу и страховому взносу остаются свои старые ставки. ФНС открыл для каждого налогоплательщика единый налоговый счет. На нем учтут ЕНП, который мы с вами будем перечислять в течение следующих-последующих лет. Инспекторы самостоятельно будут разносить средства, входящие в состав ЕНП, в счет погашения задолженности организации. В идеале нужно, чтобы ежемесячно ЕНП равнялся совокупной обязанности или чуть превышал ее. Будем с этим разбираться более подробно. В конце 2022 года налогоплательщики получили вот такое информационное сообщение от налоговой инспекции о состоянии расчетов с бюджетом. В этом сообщении ФНС показала нам все остатки недоимки, задолженности, переплаты по всем видам обязательств организации с начала ее существования. То есть по каждому КБК мы увидели сальдо либо недоимки, либо переплаты. С 1 января ФНС эта сальдо объединила, то есть сложила положительные сальдо, вышла отрицательные. И вот эту сумму на 1 января 2023 года внесла как входящая сальдо по расчетам с бюджетом. Далее ЕНС, вот единый налоговый счет, будет пополняться с помощью единых налоговых платежей, которые организация будет ежемесячно перечислять в бюджет Российской Федерации. Для наглядности мы сделали для вас вот такую схемку. На слайде мы видим, что все взносы, налоги, штрафы, пени больше не платятся отдельными платежами. Теперь это единый налоговый платеж, единая платежка, единый налоговый платеж. Теперь это единый, то есть платеж этот будет попадать, это единый налоговый платеж попадет на единый налоговый счет организации, с которого ФНС на основании расчетов всевозможных, которые мы с вами будем сдавать, деклараций, также уведомлений налогоплательщика, будет списывать в погашение задолженности нашей организации. ФНС распределит средства в следующей последовательности. Сначала будут закрыты задолженности, начиная с налога с более ранним сроком уплата, затем начисление с текущим сроком уплаты, ну и последним будет закрыты пени, проценты и штрафные санкции. Чтобы определить сумму ЕНП конкретной дате, а дата у нас с вами будет конкретная, о ней скажу чуть позже, надо будет сложить все текущие платежи к этой дате и размер недоимок. В любом случае надо убедиться, что перечисленных на едином налоговом счете денег хватит, чтобы после зачета инспекции счет исполнения совокупной обязанности организации, чтобы у вашей организации не возникло отрицательного сальдо. Если вы беспокоитесь, что вы несвоевременно оплатили какой-то налог и считаете, что у вас возникла какая-то пеня в течение вашей деятельности, то для этого можно запросить у налогового органа информацию о состоянии единого налогового счета. Если сальдо там положительное, не отрицательное, то вы собираете совокупную задолженность вашей организации, то есть все, что вы должны оплатить, плюс рассчитываете примерную стоимость пени, которую вы считаете, что вы должны оплатить, и перечисляете единым налоговым платежом на единый налоговый счет. При этом перечислять в качестве ЕНП, то есть нам законодатель больше размеров, чем совокупная обязанность налогоплательщика, не запрещает. Поэтому можно внести на единый налоговый счет денежные средства в размере, превышающем размер расчетного ЕНП. Здесь мы видим, что войдет в единый налоговый платеж. В левой колонке таблицы мы видим все взносы, налоги, которые будут входить в состав ЕНП. Практически все налоговые обязательства организации входят в единый налоговый платеж за малым исключением. Перечислить деньги на единый налоговый счет нужно до крайнего срока уплаты по взносам. Сроки уплаты налогов и взносов за небольшим исключением сдвинули все на 28 число. То есть всегда теперь сроки уплаты 28 число. Например, срок ежемесячных платежей на 28 число каждого месяца, квартальных на 28 число следующего за истекшим кварталом. ЕНП в счет предстоящих обязательств по конкретным налогам и взносам можно перечислить досрочно до срока уплаты. Перечисленные суммы будут находиться на едином налоговом счете в виде положительного сальдо, пока ваша организация, ваш бухгалтер не предоставит либо декларацию, либо расчет, либо уведомление о начисленных суммах. Можно платить ЕНП, как и сказалось ранее, и непосредственно перед крайним сроком уплаты, ровно столько, сколько положено перечислить в бюджет. Допустимо отправить платежку на общую сумму налогов и взносов или сумму конкретного налога, но по реквизитам единого налогового платежа. Вот появилось теперь новое понятие – уведомление. Уведомление заменит некоторым образом декларацию или расчет. В силу того, что расчеты декларации мы с вами сдаем либо ежеквартально, либо ежегодно, оплатим налоги и страховые взносы чаще, то это уведомление будет являться неким распорядительным документом для налоговых инспекторов, куда направить наши средства, уплаченные в составе единого налогового платежа. Если в месяц создаем декларацию, то уведомление подавать не нужно. Ну и в качестве примера организации уплачивают страховые взносы ежемесячно, а соответствующий расчет предоставляется ежеквартально. То есть до получения расчета и отражения данных, указанных в этом расчете, на лицевом счете плательщика налоговый орган не знает, какую сумму налогоплательщик должен будет перечислить. Ну и либо организация находится на упрощенной системе налогообложения и по итогам каждого отчетного периода исчисляет сумму авансового платежа по налогу, а декларацию мы с вами предоставляем один раз в год, тогда нужно будет ежеквартально до 25 числа отправлять в налоговую инспекцию уведомления. Таким образом, если авансовые платежи по налогам, взносам уплачиваются до подачи декларации, необходимо подать уведомление об исчисленных суммах. Срок не позднее 25 числа месяца уплаты. В общем случае уведомление подается в электронном формате с помощью применения ТКС и квалифицированной электронной подписи либо через личный кабинет налогоплательщика, либо в бумажном формате, либо через контур или через чего вы сдаете вашу отчетность. Как я вам говорила, что для всех налогов и страховых взносов будет применяться общий порядок. Сначала мы сдаем отчетность до 25 числа, потом уплачиваем налог до 28 числа. Таким образом, инспектора 25 числа каждого месяца увидит начисление совокупной обязанности организации, которая будет погашена налогоплательщикам до 28 числа этого же месяца. Нужно иметь в виду, что новые сроки касаются уплаты налогов и страховых взносов, исчисленных только в 2023 году. На данной схеме видно, в каких случаях и до какого числа подается уведомление. Если в организации есть ежемесячная отчетность, например, по налогу на прибыль или НДС, то налог оплачивается до 28 числа следующего месяца, а уведомление не подается. Так как причиной списания средств с единого налогового счета будет являться наша с вами декларация, которую мы будем сдавать ежемесячно. Но если отчетность ежеквартальная, а оплата налогов или взносов ежемесячная, то необходимо ежемесячно подавать уведомление до 25 числа следующего месяца. Оплатить ЕНП до 28 числа этого же месяца. Но если платеж квартальный и отчетность у нас квартальная, уведомление подавать не нужно. А если отчетность ежегодная, как, например, мы с вами сдаем декларацию по ОСН, а платежи квартальные, то уведомление будем подавать не ежемесячно, а ежеквартально до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом. В течение 2023 года вообще является переходным периодом для организаций, которые будут применять с января 2023 года новый порядок. И в течение 2023 года предусмотрена возможность не подавать уведомления, а по-прежнему предоставлять в банк платежку с заполненными реквизитами. Налоговая на основании этого сама сформирует начисленные суммы, но здесь важно правильно заполнить платежку и проставить в ней статус платежщика НОН-2. То есть это не та платежка, которую мы с вами оплачивали до января 2023 года. То есть тут тоже есть некоторые нюансы, которые придется учесть, если вы посчитаете нужным применять платежки, а не уведомления. То есть из этой платежки инспектор должен точно понять, какой это бюджет, куда вы перечисляете налог, какой это налог, какой у него период, какую сумму надо внести. Но так как есть изменения в КБК, здесь нужно быть очень внимательным. Как мне кажется, минусы такой альтернативы подавать платежки не о неуведомления, это, конечно же, необходимость заполнять большое количество пунктов в платежном поручении и исправлять ошибки в платежном поручении. Если вы, допустим, сделали ошибку в КБК, то вам все равно придется предоставлять уведомления о том, чтобы исправить эту ошибку. И если вы подали уже хоть одно уведомление по тому или иному страховому взносу или налогу, то применять в дальнейшем уже старый метод оплаты платежным поручением, а не подавать уведомления, вы уже не имеете права. То есть законодатель нам запретил применять платежки после того, как уже мы с вами подали хоть одно уведомление. То есть это тоже нужно иметь в виду. Ну вот в данной таблице мы собрали отличия двух способов. Это ЕНП с уведомлениями. При корректном указании в платежном поручении ННН плательщика, то есть деньги попадут на его ЕНС, на ЕНС налогоплательщика, независимо от того, какой КБК указать. То есть если даже вы ошиблись, но вы поставили свой ННН, свою сумму, то КБК, то платеж будет зачислен на единый налоговый счет. А вот во втором способе платежки вместо уведомлений необходимо указать КБК, КБК, именно корректно КБК налога или конкретного взноса, что вы будете перечислять. И чтобы платежное поручение заменило уведомление о начисленных налогах и взносах, КБК должен быть, конечно же, обязательно корректным. Ну как мне кажется, лучше перейти сразу и не мучиться. Ну это уже вы сами решите для себя, как вам будет удобно. Вот платежка, это образец платежки, мы теперь все будем в Тулу отправлять. Все средства почему-то они будут аккумулированы теперь там. Вот все наши платежи. Наверное, законодатель нам прольет свет, почему это произошло когда-нибудь, мы это узнаем. Вот такую платежечку, образец такой платежечки, вы можете взять на сайте налоговой инспекции. Она заполнена как образец, то есть вы сможете ее использовать для оплаты вашей организации. Чтобы перечислить ЕНП, рекомендуем использовать также сервисы Федеральной налоговой службы России. Или можете сформировать платежку в учетной бухгалтерской системе, в которой вы работаете, либо это 1С, либо какая-то другая программа. Как мне видится, удобно можно использовать и такой сервис, как уплата налогов и пошлин. Это тоже на сайте, вот здесь ссылочка есть. На сайте налоговой инспекции вы можете просто внести свой ННН и сумму и платежное поручение должно быть зачислено на ваш единый налоговый счет. Сама не пробовала, но, как обещает законодатель, надеюсь, что все будет хорошо. А вот вторая платежка – это как заполнить платежку вместо подачи уведомлений. То есть, как мы говорили, КБК указывается определенного налога или взноса, и в назначении платежа необходимо указать определенную эту фразу, уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов в виде распоряжения на перевод денежных средств, выплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации. Если же подавали уведомления, как я вам уже сказала, то использовать платежки вместо уведомления мы с вами уже не имеем права. С 2023 года расчетным периодом считается не месяц, как это было сейчас. Внимание, на самом деле, сложный материал. Я думаю, что вам вот тоже, так же, как и нам, было сложно с этим разобраться. Считается теперь расчетным период не месяц, как это было ранее, а период с 23 числа по НДФЛ, с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца. То есть период очень своеобразный для учета НДФЛ, но я надеюсь, мы к этому привыкнем. Сразу поясню, что иногда бухгалтеры путают расчетный период для выплаты зарплаты и расчетный период по НДФЛ. Не путайте. Зарплату как считали, так и считаем за месяц. Расчетный период – месяц. Изменили с 2023 года только период по НДФЛ. То есть здесь понимается период расчета с бюджетом. Заработную плату в 2023 году рассчитываем два раза в месяц за первую половину месяца и за вторую. НДФЛ платим 28 числа каждого месяца и в оплату попадает налог на численные зарплаты, выплаченные в период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца. Не пугайтесь, я попробовала сделать схемку, может быть, попробуем разобраться, если вам еще не разобрались в этом. Также в 2022 году дата получения дохода у нас считалась… Это последний календарный день месяца. То есть это у нас была дата получения дохода, за которой начислена заработная плата. С аванса НДФЛ не удерживался, поскольку это доход следующего месяца. С 2023 года датой получения дохода считается день выплаты заработной платы. Бухгалтерия удерживает НДФЛ с каждой выплаты работника, включая и выплату за первую половину заработной платы, то есть за первую половину месяца. Для закрепления материала мы в этой табличке собрали все изменения, касающиеся организации по НДФЛ в 2023 году. С нового года, повторюсь еще раз, логика определения расчетного периода существенно изменилась. Для расчета НДФЛ будут учитываться выплаты сотруднику за период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца. Одновременно с этим меняется и порядок определения даты получения дохода. Теперь она соответствует дате фактической выплаты зарплаты. Это важное изменение, так как налог нужно будет удерживать с каждой выплаты, перечисляемой сотруднику. Также есть еще одно новшество. С 2023 года отменяется запрет на перечисление НДФЛ в бюджет за счет собственных средств работодателя. Ранее налог можно было заплатить только из удержанных средств работников. То есть то, что мы с вами во время перечисления удержали НДФЛ, и ту сумму ни рублем, ни больше, ни меньше, мы обязаны были перечислить в бюджет Российской Федерации. Теперь этот запрет отменен. И в новом году организации самостоятельно должны будут определять, за счет чьих денег уплачивать НДФЛ. Доля собственных средств при перечислении НДФЛ законодательно никак не рекоментирована. И при этом необходимо учитывать, что при расчете и уплате налога организация должна в полном объеме выполнить функцию налогового агента по НДФЛ. То есть если вы приняли решение, что вы хотите заранее оплатить большую сумму НДФЛ, чем удержанную у ваших сотрудников, в дальнейшем это должно быть как-то скорректировано, и ту сумму, которую вы удержали, вы зачтете за счет средств, перечисленных ранее из средств вашей организации. Необходимо учитывать, что с 2023 года суммы НДФЛ будут перечисляться в составе единого налогового платежа. То есть отдельных платежных документов по НДФЛ больше не будет, как мы с вами ранее оплачивали. Оплатили вознаграждение, НДФЛ тут же удержали, тут же перечислили в бюджет Российской Федерации. Теперь мы с вами будем перечислять все в составе единого налогового платежа, учитывая лишь наш своеобразный период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца. Ну и вот такую схемку мы попробовали сделать. Это вот как пример, как алгоритм, чтобы, может быть, наглядно было то, что я сказала по поводу этого периода. В качестве примера, значит, именно алгоритм действий по удержанию перечисления НДФЛ с 23 года. Предлагаю вот рассмотреть эту данную схемку. В качестве примера я взяла зарплату за февраль, чтобы не запутаться с дополнительными периодами оплаты в январе, взяла за февраль, чтобы донести мысль, которую я хотела донести. В примере заработная плата в организации выплачивается за первую половину 23 числа текущего месяца, а за вторую половину 8 числа следующего месяца. То есть мы это утвердили в нашей организации и всегда действуем исключительно из этих правил. 23 за первую текущего месяца, 8 числа следующего месяца. За вторую половину. Вот наши бухгалтеры, посовещавшись, решили, что даты выплаты заработной платы лучше приравнять к периоду расчетов с бюджетом по НДФЛ. И из-за того, что периоды удержания НДФЛ с 23 числа одного месяца по 22 число следующего месяца, то, скорее всего, придется подумать над датами выплаты заработной платы. Но это лично наш опыт. Мы рассказываем только, как мы его делим со своим опытом. Если вам пригодится, вы можете это рассмотреть. Думаю, что будет как раз... Вот нам лично будет... Мы решили, что нам будет удобнее привязать даты выплат заработной платы к периодам расчета с бюджетом по НДФЛ. То есть, чтобы у вас попали суммы НДФЛ в один платеж за полный месяц, а не удержание из разных периодов. Вот предлагаем вот такой вариант. Значит, заработная плата за первую половину февраля мы с вами будем выплачивать 22 февраля. Ну, 23 это у нас выходной, поэтому мы будем выплачивать 23... Ой, простите, 22 февраля. Удерживать будем... Выплатили зарплату, удержали НДФЛ за первую половину месяца. Следующий этап. С 16 по 28 февраля мы с вами оплачиваем заработную плату за вторую половину и выплачиваем ее 7 марта из-за того, что у нас 8 марта, выходной день. Также удерживаем НДФЛ из заработной платы. И вот как раз вот эта сумма попадет в период, который нам обязал законодатель перечислять НДФЛ. То есть за период с 23 февраля мы с вами оплатили и удержали за первую половину. И в период по 22 марта мы с вами 7 марта удержали, уплатили и удержали НДФЛ. Таким образом, у нас сумма за февраль начисленная попадает в одно уведомление, которое мы с вами будем перечислять, которое мы будем с вами отправлять, простите, в ФНС до 25 марта и оплачивать именно эту сумму, полную за февраль мы будем с вами оплачивать до 28 марта в бюджет Российской Федерации. Ну вот на этом у меня все. Я хочу передать слово Екатерине. Спасибо большое, Ириш. Скажи, пожалуйста, я пока не видела вопросов в чате, но я задам. Правильно ли я понимаю и помню, что НДФЛ мы уплачиваем в том числе с каждого перечисления по договору гражданского правового характера? Если раньше мы его начисляли и перечисляли, мне кажется, по итогам всего договора, сейчас НДФЛ по договорам ГПХ также должен удерживаться с каждого платежа? Спасибо большое. Коллеги, если есть вопросы к Ирине, то я бы предложила сейчас написать в чат или, может быть, задать их голосом. И если вопросов нет, то тогда бы Ирину отпустили, а я с вами продолжу обсуждать новеллы 2023 года, которым нам еще необходимо будет, наверное, каким-то образом приспособиться. Есть ли вопросы? Пока коллеги только спрашивали, смогут ли они получить презентацию Ирины или какие-то материалы. Я подозреваю, что всех интересуют сроки, все боятся эти сроки пропустить. Да, сроки действительно сложно, будет все учесть. Поэтому я, наверное, думаю, да, Катя, можно же, наверное, будет. Да, мы потом перешлем организаторам наши материалы. Ну, я надеюсь, коллеги, что в любом случае мы с вами сможем все вместе разобраться во всем этом. Честно говоря, вот я Ирину слушаю, у меня голова идет кругом от того объема изменений, который произошел буквально, не знаю, в течение полугода, да, с тех пор, как мы вообще услышали. То есть оно как-то шло параллельно и внедрение у нас единого налогового счета, единого налогового платежа и объединение пенсионного фонда и фонда социального страхования в Единый социальный фонд России. И, собственно, то, о чем сейчас мы с вами будем разговаривать, это, по сути, следствие этого изменения, оно, это объединение, оно шло параллельно с принятием большого количества самых различных норм. Ну и, в частности, для начала, наверное, имеет смысл нам с вами поговорить про тарифы страховых взносов, потому что пониженные тарифы страховых взносов у нас в 2023 году тоже поменялись. И здесь необходимо отметить, коллеги, пока следующее. Во-первых, у нас основания для применения пониженных тарифов остались те же самые. То есть применять пониженные тарифы страховых взносов у нас могут те организации, которые находятся на общей системе, простите, но упрощенной системе налогообложения. И это либо некоммерческие организации, которые осуществляют свою деятельность в тех областях, которые определены пунктом 7 ст. 427 Налогового кодекса. Это социальное обслуживание населения, научные исследования и разработки, образование, здравоохранение, культура и искусство и массовый спорт. И другая категория некоммерческих организаций, которые имеют право на применение пониженных тарифов страховых взносов, это благотворительные организации. То есть те организации, которые созданы в соответствии с законом о благотворительной деятельности и добровольчестве волонтерства, 135-й федеральный закон, если они применяют упрощенную систему налогообложения, то, соответственно, они тоже имеют право на применение пониженного тарифа. При этом, что нужно помнить? Во-первых, если вы обязаны, ну, кроме того, что вы являетесь вот одной из двух таких вот организаций, да, вы должны помнить о том, что обязательно с момента начала вами применения пониженных тарифов страховых взносов вам придет налоговая инспекция для проверки обоснованности применения пониженного тарифа. И для некоммерческих организаций, не говорю сейчас благотворительные, да, этот критерий установлен следующий. Некоммерческая организация за предыдущие 12 календарных месяцев до перехода пониженных тарифов должна получать как минимум 70% своих доходов в определенных вот налоговым кодексом сферах деятельности. В эти доходы могут включаться и целевые поступления, например, пожертвования, и гранты, и приносящие доход деятельность, но как минимум 70% этих доходов должны быть именно вот в том, в той области, которая поименована в налоговом кодексе. Поэтому обоснованным, на самом деле, для некоммерческих организаций начинать применять пониженные тарифы страховых взносов с 1 января, то есть с начала года, когда вы можете посмотреть на прошлый календарный год и посчитать, собственно, ваши доходы и правильно их распределить. Для благотворительных организаций такого критерия нет. Есть обязательство для благотворительных организаций осуществлять свою деятельность в соответствии с ее учредительными документами, то есть с уставом, и, естественно, с федеральным законом о благотворительной деятельности и добровольчестве волонтерства. Кроме того, в 427-й статье налогового кодекса зафиксирована возможность Министерства юстиции в ходе проверки устанавливать, насколько деятельность благотворительной организации, соответствует ее уставу, и направлять уведомления в Федеральную налоговую службу в формате электронного документа о том, что, например, применение некоммерческой благотворительной организации пониженного тарифа является необоснованным. Почему сейчас мы так много говорим про пониженные тарифы? Потому что для нас установлен новый пониженный тариф, это 7,6% вместо 20%, как было в 2022 году. То есть разница, она довольно критичная, значительная. И, конечно, сейчас очень много вопросов о том, может та или иная организация применять пониженный тариф страховых взносов. Итак, 7,6% с начала этого года. Если вы еще пониженные тарифы не применяете и понимаете, что у вас есть право на их применение, то вам никакое дополнительное уведомление в ФНС подавать не нужно. То есть вы просто начинаете применять пониженный тариф. Естественно, указываете основания в отчетности, в расчете по страховым взносам, которые вы ежепартально будете сдавать, ну и ждете проверки Федеральной налоговой службы, которая обязательно поинтересуется. Говоря о страховых взносах, также хотелось бы обратить внимание на то, что сейчас мы будем перечислять страховые взносы также в формате по большей части в составе единого налогового платежа, и тариф страховых взносов у нас с этого года с вами единый. То есть если раньше мы отдельно перечисляли на пенсионное страхование, медицинское страхование, и на страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством, то сейчас у нас есть единый этот общий тариф, для всех он составляет 30%, пониженный тариф 7,6%. Ну и, естественно, корректируются сроки уплаты этих страховых взносов в соответствии с изменившимся законодательством. До 28 числа, график вы сейчас видите на экране, естественно, он немножко корректируется в тех ситуациях, когда 28 число выпадает на выходной. И особняком у нас с вами стоят взносы на социальное страхование от несчастных случаев, простите, пожалуйста, и профессиональных заболеваний, те самые 0,2%. Эти взносы мы уплачиваем отдельно в социальный фонд России с этого года, и сроки их уплаты не меняются до 15 числа месяца, следующего за месяцем начисления. То есть, когда мы говорим о страховых взносах, то у нас единый тариф для тех трех видов, о которых мы только что поговорили, либо 30%, либо 7,6%. И отдельно мы платим взносы на травматизм, 0,2%. И есть для них отдельная отчетность в составе формы ЕФС-1. То есть взносы на травматизм, они как были у нас немножко особнячком, вот таким образом они пока и остаются. Вот у Ирины на таблицах тоже было видно, что взносы на травматизм, они не входят в состав единого налогового платежа. Но вот здесь обратите, пожалуйста, тоже ваше особое на это внимание. И в связи с этими же самыми изменениями, у нас довольно сильно изменяется регулирование начислений по договорам гражданского правового характера. Я хочу сразу же оговориться, что когда мы говорим сейчас про договоры гражданского правового характера, мы не рассматриваем договоры с физическими лицами, которые обладают какими-то особыми статусами. То есть это не договоры с ИП, это не договоры с самозанятыми, и мы сейчас с вами не говорим про трудовые отношения, в том числе в силу того, что с трудовыми отношениями все всегда было более или менее ясно. А вот в ГПХ у нас с вами все меняется довольно сильно. И первое, самое главное изменение, я специально здесь вот сделала схемку, напомнила, каким образом у нас происходил раньше расклад по страховым взносам. Если раньше с договоров гражданского правового характера, по общему правилу мы платили 27,1%, то сейчас вознаграждения по договорам гражданского правового характера, они облагаются в том числе взносами на страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Поэтому общий тариф страховых взносов 30%, он действует сейчас для всех договоров с физическими лицами. 0,2% страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Здесь у нас регулирование не поменялось. Просто напомню, что если у вас в договоре, в самом тексте договора гражданского правового характера с физическим лицом указано, что вы обеспечиваете исполнителю это страхование, значит, вы обязаны его обеспечивать и вот эти взносы 0,2% начислять и уплачивать. Если в договоре ГПХ этого нет, то есть совсем нет, тогда обязанности по договорам гражданского правового характера у вас эти страховые взносы платить нет. То есть вот тогда просто либо 30%, либо 7,6% пониженный тариф для тех, кто имеет на это право. Кроме того, у нас меняется с вами отчетность по исполнителям в рамках договоров гражданского правового характера. Вы, я думаю, прекрасно помните форму СЗВТД, которую мы должны были сдавать с 2020, если я правильно помню, года, в течение одного дня с момента заключения либо расторжения трудового договора. Сейчас эту форму СЗВТД у нас с вами подменяет вот этот подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 и сдавать его нужно в том числе в течение одного рабочего дня с даты заключения либо прекращения договора гражданского правового характера. Сдается эта форма в Социальный фонд России. В целом форма ЕФС-1, она представляет собой некоторый конструктор, то есть мы в зависимости от обязанности, явления, мы сдаем разные ее разделы, то есть, например, раздел подраздел 1.1 подменяет собой форму СЗВТД, подраздел 1.2 заменяет собой форму СЗВСТАЖ и так далее. Вот, соответственно, теперь аналог формы СЗВТД мы сдаем и по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами тоже. И это очень важное, значительное изменение. Ну и процессы многие внутри организации, конечно, в связи с этим приходится перестраивать. Кроме того, это, в общем, ну, наверное, не новшество. Но, естественно, сведения о том, что с физическим лицом существуют отношения, гражданско-правовые в данном случае, эта информация включается в персонифицированные сведения о физических лицах. Это аналог похожей формы СЗВМ. Она сдается до 25-го числа месяца следующего за отчетным, но сдается теперь в Федеральную налоговую службу. И, кроме того, сведения об исполнителях также включаются в форму, в аналог формы СЗВСТАЖ, это подраздел 1-2 раздела первого формы ЕФС-1. Но впервые этот подраздел мы с вами будем сдавать до 25 января 2024 года за 2023 год. То есть за 2022 год мы с вами отчитываемся по привычной нам форме уже СЗВСТАЖ, ну, опять-таки, естественно, в Социальный фонд России, потому что с 1 января это он объединяет в себе внебюджетные формы. Вот таким образом выглядит у нас с вами раздел, который сейчас заменяет форму СЗВСТ. Вы видите, что здесь надо в том числе указывать не только прием, перевод, увольнение, но и сроки начала либо окончания договора гражданского правового характера. Если у вас заканчивается договор БПХ, да, вы понимаете, что вы причину увольнения здесь не пишете, да, потому что это не увольнение. То есть необходимо просто смотреть правила заполнения вот этой формы и понимать, какие данные по договору БПХ можно заполнить, да, какие не представляются возможными, естественно, по совершенно объективным причинам. Если у вас сложилась ситуация, когда вы заключили договор гражданского правового характера еще в прошлом году и сейчас он, получается, у вас продолжается, ну, в тот момент, когда он закончится, вам нужно будет просто сдать сведения о деятельности, то есть сведения об окончании договора гражданского правового характера, никаких дополнительных форм, ни в какие сроки о том, что этот договор сейчас действует, подавать не нужно. Вот таким вот образом у нас с вами выглядят данные, которые мы будем сдавать в ФНС, да, аналог СЗВМ. Смотрите, кроме, то есть, кроме тех данных, к которым мы уже привыкли, да, и ННС-НИЛС, добавляются еще сведения, добавляются сведения о сумме выплат и иных вознаграждений. Мы с вами понимаем, что договор ГПХ может включать самые разные алгоритмы выплаты вознаграждения, поэтому в рамках договора ГПХ не обязательно вот эта графа будет заполнена, если, например, у вас договор там на два-три месяца, а оплата у него только по факту. И, коль скоро у нас с вами появляется обязанность заплатить за исполнителей по договорам ГПХ, страховые взносы на страхование отременной нетрудоспособности и в связи с материнством, то мы понимаем, что исполнители, они при соблюдении определенных условий получают право уйти на больничный. Этот алгоритм еще будет сейчас, естественно, отрабатываться, потому что вот это вот абсолютное новшество, и такого раньше не было никогда, и у нас тоже есть определенного рода переходный период, но есть в том числе риск, что кто-то из вас столкнется с такой ситуацией уже в этом году. Значит, каким образом законодатель сформулировал эти нормы, которые касаются договора ГПХ? Право на больничный у исполнителя появляется в текущем году в том случае, если сумма выплаченных за него страховых взносов на страхование на случай временной нетрудоспособности в прошлом году, то есть если мы выберем этот год, прошлый год, 22-й, превысила стоимость страхового года. В том числе, то есть совокупно, они посмотрят и выплаты по трудовым договорам, и выплаты по договорам гражданского правового характера. Если у исполнителя несколько договоров, то Фонд социального страхования, Единый социальный фонд России, назначит и выплатит пособие по одному из этих страхователей по выбору данного лица. И в любом случае преимущество у нас у того источника, с которым оформлен трудовой договор. То есть если есть трудовой договор и несколько договоров ГПХ, тогда все-таки пособие будет выплачиваться по тому месту, где оформлен трудовой договор. Что такое стоимость страхового года? Итак, стоимость страхового года у нас определяется в соответствии с алгоритмом, который установлен законодательством. Для того, чтобы ее рассчитать, необходимо взять минимальный размер оплаты труда федеральной, установленный на федеральном именно уровне. Если в вашем регионе действует районный коэффициент, то умножить эту сумму на районный коэффициент, если мы говорим про Архангельск, то районный коэффициент составляет 1,2, но нужно помнить, что иногда даже в пределах одной области разные районные коэффициенты, поэтому необходимо проверить, в какой именно месте нахождения вашей организации, либо в месте нахождения, на самом деле, скорее всего, вашего исполнителя по договору гражданского правового характера, какой районный коэффициент действует. Умножить эту сумму на 12 и найти 2,9% от этой общей суммы. Мы взяли как пример Москву, потому что в Москве районный коэффициент не действует, то есть минимальная стоимость страхового года составляет 4833,72 рубля. Это стоимость страхового года в 2022 году. То есть вот если сумма выплат за физическое лицо его работодателям, потому что в прошлом году никто не начислял взносы на нетрудоспособность для исполнителей, вот эту сумму 4833 рубля превысила, тогда в этом году, в 2023, этот исполнитель имеет право на то, чтобы идти на больничный, получить пособие. Если же этого нет, то тогда нет. Для того, чтобы было проще, у нас также есть небольшая схема. Соответственно, мы должны понимать, что если не было вот этих страховых взносов, да, они нулевые, то тогда пособия у нас быть не может. В 2023 году у нас могут быть, то есть мы сейчас эти будем страховые взносы начислять, да, соответственно, в 2024 году мы будем проверять, соотносить на 1 января 2023 года, какой у нас мрот, сколько составляет стоимость страхового года и сравнивать. Если больше, то тогда у человека в 2024 году право на больничный будет. Звучит это все немножко сумбурно, но в целом, учитывая, что теперь больничные тоже будут рассчитывать социальный фонд России, ну, тоже потихонечку, я думаю, что со всем этим мы разберемся. Ну и кроме того, что у нас получается дополнительные, скажем, бонусы для наших исполнителей по договорам гражданского правового характера и дополнительные взносы, естественно, возникают вопросы о том, каким образом у нас все необходимо регламентировать, ну, в том числе в договоры гражданского правового характера, и вообще, каким образом уход на больничные исполнители будет влиять на сами отношения. Потому что если трудовые отношения, выполнение определенной трудовой функции и отношения являются длящимися, то с договорами гражданского правового характера, конечно же, не все так однозначно. На самом деле, мы с коллегами, когда продумывали вот всю систему, теперь всю систему документа оборота по договорам ГПХ, обратили внимание, пришли к выводу, что так как мы теперь должны подавать СЗВТД на исполнителей тоже, то необходимо немножко скорректировать тексты. В той части, что у нас зачастую прописано, что срок оказания услуг, например, 30-31 января, что в 31 января исполнитель должен представить заказчику акт, и в течение пяти рабочих дней этот акт мы должны рассмотреть, подписать. Когда он подписан, уже после этого какой-то определенный срок на выплату вознаграждения. А сейчас нам представляется, что необходимо фиксировать срок окончания обязательств, то есть до 30 января прописывать, и что у нас заканчивается договор, и услуги должны быть оказаны и до 30 января, и акт тоже должен быть подписан, потому что иначе непонятно, когда сдавать вот эту вот форму СЗВТД. По сути, формулировку насчет выплаты в любом случае можно оставить. Ну, то есть для ФНС, для контролирующих органов дата выплаты вознаграждения уже не столь существенна, как существенный для них вот этот вот срок конечный, когда отношения между сторонами получаются завершены. Каким же образом влияют больничные на срок исполнения договора? Мы пришли к выводу, что автоматически договор не продлевается в этом случае. Ну, то есть мы должны понимать, что у нас есть разные договоры ДПХ, и если он краткосрочный, и человек должен, ну, например, вот как мы сейчас, выступить на каком-то вашем мероприятии, да, то вам в любом случае придется искать ему замену, и, соответственно, его временная нетрудоспособность, она влечет за собой невозможность исполнения обязательств исполнителя. Поэтому, если обязательство вот таким вот образом, да, неразрывно связано с личностью исполнителя, и срок его исполнения определен, если это существенно для заказчика, то заказчик имеет право отказаться в этом случае от договора, ну, при условии, как прописано в законодательстве, выплаты исполнителя фактически оказанных им услуг. И мы понимаем с вами, что исполнитель не несет ответственности за то, что он заболел, да, ну, то есть в случае временной нетрудоспособности он, ну, нельзя зафиксировать в договоре обязанность выплатить какую-то неустойку или возместить убытки на случай его ухода на больничный, потому что, ну, по сути, это такое обстоятельство, по сути, от него независящее. Вот, таким образом, если вдруг вы понимаете, что, ну, там, вы можете, да, не окажет существенного влияния сдвиг сроков указания услуг, тогда, наверное, необходимо заключать дополнительное соглашение и этот срок корректировать в договоре гражданского правового характера. Если же срок является критичным, то у вас есть право на отказ от договора при условии оплаты фактически оказанных услуг. Таким образом можно отказаться от договора в том случае, если вариантов нет и вам нужно искать другого исполнителя. Либо подать письменные уведомления, либо вы можете, ну, рассмотреть и утвердить договором иной порядок, и, возможно, это имеет смысл делать, то есть прописать порядок действия сторон и последствия наступления обстоятельств временной нетрудоспособности в зависимости уже, наверное, от специфики работы именно вашей организации. Ну и еще раз повторюсь, да, последствия такого отказа – это прекращение обязательств, в том числе по обязательству оплаты той части работы услуг, которые выполнены, не были. И если вы этот отказ не зафиксируете письменно, либо письменным уведомлением, либо в том порядке, в котором вы расписали в договоре, то тогда обязательства продолжают действовать, да, и, соответственно, если заказчик потом отказывается принимать исполнение, то это будет уже ответственность заказчика. Соответственно, опять-таки, просите тогда ваших исполнителей тоже предупреждать вас о том, что они уходят на больничную, что они заболевают, что они не могут выполнить свои обязательства, но и какое-то время, видимо, на адаптацию к этим новым реалиям тоже придется нам провести все это как-то пока что, учитывая, как этого всего много, выглядит довольно непросто. Значит, ну и напоминаю, что в том числе последствием признания недействительным, либо незаключенным договора гражданского правового характера являются право требовать излишне уплаченных налогов и взносов, но только на основании законного решения суда. Вот, это в целом все, что хотели мы вам рассказать на сегодняшнем вебинаре. Я понимаю, что, вероятно, понадобится какое-то время на осмысление. У нас, на самом деле, оно все еще продолжается, и коллеги очень много обсуждают правила поведения и как нам быть в случае того или иного законодательного изменения. Если у вас остаются вопросы, то, пожалуйста, можно нам позвонить, написать на электронную почту, либо записаться на консультацию зоны, некоммерческие организации, мы консультируем на общественных началах. Так, значит, сейчас я вижу, да, по поводу, сейчас посмотрю вопросы, значит, Татьяна, для того, чтобы... Значит, по-моему, я там один вопрос сверху пропустила, поправьте меня, если не так. Значит, по поводу обоснованности применения пониженного тарифа. Татьяна, вам необходимо будет посмотреть это самостоятельно. То есть я рекомендую вам открыть 427-ю статью налогового кодекса. Оснований для применения у вас два, либо седьмой пункт первой части, либо восьмой. И ниже там есть как раз, ну, как бы прям четко разложен вот этот вот критерий. Если вы не коммерческая организация, у вас название нет слова благотворительное, то, конечно, вы просто должны посмотреть, ну, например, если вы занимаетесь социальным обслуживанием граждан, да, посмотреть ваши договоры, посмотреть ваши проекты, может быть, соотнести, да, потому что социальное обслуживание, оно имеет, ну, там, большое количество подзаконных актов, и, возможно, ваша деятельность может вести в соответствии с этими подзаконными актами. Вот, ну, то есть, по сути, оценить обоснованность применения пониженного тарифа – это ваша возможность, ну, то есть вы должны это сделать как-то самостоятельно. Можете записаться на консультацию к нашей Зои Ивановне-Давыдовой, она смотрит очень, ну, так, жестко, но в целом помогает организациям понять, есть у них основания или нет. Конечно, до начала применения очень важно прямо вот заранее обложиться всеми бумажками для того, чтобы потом и нервничать, и передать это все в налогу. Так, проценты, извините, у меня там 22% на пенсионное страхование, да, это техническая ошибка, мы, когда будем готовить для вас материал, просто там это поправим, то есть это уже путаница среди пониженного тарифа прошлого и так далее. Так, да, если вы заложили в СНИТу 27,1%, к сожалению, придется делать перебюджетирование, законодательство в этой части поменялось, теперь 30% для всех никуда не денешься, ну, за исключением, конечно, самозанятых, ИП, да, вот таких вот людей. ЕФС-1 при ГПД сдается и в день его заключения, и в день его окончания, коллеги. Вот полная аналогия с трудовым договором. Многие уже шутят, что если этот договор ГПД действует один день, ну, значит, одни в днем и то подали, и другое. К сожалению, вот сейчас. Вы знаете, по поводу подписания актов я вряд ли сейчас могу прокомментировать, потому что, ну, по ГПД немножко же, то есть, если мы, если с НДФЛ, да, по зарплате у нас ситуация, ну, вполне однозначная, то сейчас вы просто подписываете, ну, то есть, там, вы либо в один период по НДФЛ в ГПД попадете, либо в другой, поэтому, мне кажется, здесь нет вот такой принципиальной разницы и таких сложностей, как с начислениями зарплаты, да, по ГПД-то мы все-таки не дважды в месяц платим с вами вознаграждение, поэтому как вам удобно, как у вас заключен, так вот, заключен у вас договор, да, так же, чтобы, главное, вы все сроки соблюдали или нет. Вы знаете, пока что, да, получается, по больничным листам, ну, я других разъяснений пока не видела, и мы вот прям каким образом там все это выплачивается, пока тоже сами разобраться и попробовать это руками не успели, вот, поэтому, ну, вроде бы, там сейчас просто оно приравнено, по сути, вот в этой части одно к другому, поэтому получается, что и регулирование, что и регулирование одинаковое. По поводу расходов, по идее, ну, конечно, так как это выплаты в силу закона, да, то, ну, как бы мне кажется, что сложно тут признать это нецелевым расходованием, но учитывая то, насколько по-разному доноры подходят к возможности даже выплаты, не знаю, отпускных, да, и там не то, что больничных. Ну, так, конечно, здесь основная рекомендация заранее, ну, то есть когда вы узнали, да, то есть за донором поговорить и обсудить, да, сказать, что вот так вот, да, и узнать о своих возможностях, то есть заранее знать, каким образом он к этому отнесет, потому что здесь очень разная практика, очень-очень. Так, было бы интересно на примере посмотреть, как платить НДФЛ в ситуации, когда авансы ЗПП попадают в разные сроки уплаты. Ну, Татьяна, может быть и интересно, но наша бухгалтерия очень долго совещалась друг с другом и решила, что она, ну, как бы в эту ситуацию попадать, похоже, не очень хочет. Поэтому, ну, то есть сейчас практика, конечно, будет появляться, и мы, когда готовились к нашему вебинару, мы в том числе понимали, что, наверное, вот мы не на все подобного рода вопросы сможем ответить, потому что это вот только вот только сейчас нарабатывается, вероятно, сейчас будут разные вопросы, разные разъяснения, ну, то есть мы просто продолжим держать с вами руку на пульсе и все вместе будем разбираться вот с этими новыми реальниями. Значит, по поводу общероссийских организаций и пониженных ставок, ну, вот как бы в налоговом кодексе вот что есть, я вам показала, 427-я статья, вот, и тут все будет зависеть от того, какую фактически деятельность общероссийской организации или ее отделение, если она создана в форме отдельного юридического лица, осуществляет коллеги. Кроме того, кстати, вспомнила, значит, почему-то в начале этого года такой пошел шум, что социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в реестр МинЭКа, тоже имеют право на применение пониженного тарифа строковых взносов. Так вот, пока нет, есть законопроект Минэкономразвития, он есть на Regulation.org.ru, действительно, Минэкономразвитие, ну, как бы, пытается сделать так, чтобы такое изменение в 427-ю статью произошло. Но пока что этот законопроект не внесен в Госдуму даже, поэтому совершенно точно в этом году, ну, то есть те, кто просто вот по умолчанию в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций, которые администрируют МинЭК, они право на применение пониженного тарифа не имеют. Если вдруг это изменение будет принято в итоге, да, то такое право появится в любом случае там по формулировкам пока, которые сейчас, да, с 1 января следующего года. вот, поэтому пока что, вот пока что только благотворительные и НКО, которые с конкретными видами деятельности. Так, да, все верно, Ольга, вы правильно поняли, что в договоре ГПХ вы можете вообще ничего не писать про 0,2% и выплачивать только 30% по ГПД. То есть если вы написали, тогда должны. Если ни слова там про это нет, то есть по умолчанию нет. Вот, но это так и было. Вот, просто еще раз обратили внимание. Так, пожалуйста, есть ли еще вопросы? Коллеги, если кто-то готов задать вопрос голосом, я так понимаю, что из чата у нас все ответы, которые мы могли дать, мы дали. Если у кого-то, коллеги, еще вопросы, вот прямо сейчас кто-то вспомнил, можете озвучить, потому что когда мы Екатерину отпустим, то уже отпустим, не будем преследовать. Нет, вы можете нас преследовать, я понимаю, что нужно, наверное, время на оснасление вот этого всего. Нужно ли сдавать нулевой ЕФС-1? Марин, смотрите, ЕФС-1, опять-таки повторюсь, это форма-конструктор, да, то есть всю ЕФС-1, как бы целиковую, вы никогда не сдадите, потому что подраздел 1.1, раздел 1, это аналог СЗВДД, и вы его сдаете только в течение рабочего дня при наличии явления, да, заключения, либо расторжения договора с физическим лицом, ну, либо при переводе по трудовому договору с одного места на другое. Аналог, да, раздел 1.2, подраздел 1.2, раздел 1, СЗВС-стаж, ну, там вы смотрите, да, потому что у нас есть практика, да, и появилось письмо Минтруда, это не тема нашей встречи, и Минтруд впервые публично написал, что руководитель может быть на общественных началах, это вот буквально в этом году тоже произошло. Вот, реквизиты письма могу организаторам прислать, просто сейчас, наверное, не будем, да, на это время тратить, и могу саму письмо тоже прислать. Но, то есть, в любом случае, статус руководителя вот пока на законодательном уровне не регламентирован, да, но и все-таки тут надо очень осторожно к этому делу подходить. В общем, руководители по умолчанию, с ним все-таки отношения есть, но, соответственно, СЗВС-стаж, да, вот в этот подраздел 1.2, вероятно, будет включен. Потом там есть раздел, который у нас заменяет форму 4 ФСС, по-моему, раздел 2, если я правильно помню, да, и как бы, ну, 4 ФСС вы же сдавали, нулевую, соответственно, будете сдавать и сейчас, ну, как бы, вот этот вот подраздел, очень, ну, аналог формы 4 ФСС, вы тоже его будете сдавать. Вот, поэтому, ну, как-то так, да, то есть весь нулевой ЕФС-1, это, в общем, ЕФС-1, это такая вот, много всего, и там по кусочкам мы будем дергать тогда, когда надо. Да, письмо найду, вышлю организаторам, значит, коллеги, единственное, сразу хочу отметить, да, рекомендация, значит, что там написал Минтруд? Минтруд написал, что отношения могут быть, ну, трудовыми, что отношения с руководителями могут быть гражданско-правовыми на основе договора выполнения работы, казания услуг, и что они могут быть, ну, так же, как вот потихоньку менялась практика ПФР, да, в общем, что они могут быть просто на основании протокола, на основании устава, без договора. И вот у нас очень большие сомнения по поводу возможности руководителя быть в ПГПД, не потому, что это, как бы, запрещено вот жестко, то есть в этом плане, Минтруд, в общем, правильно написал, но гипотетически, может быть, и можно, но, как бы, вот обязанности и функционал руководителя НКО невозможно уважить в гражданско-правовый договор, потому что он же что, ориентирован на конечный результат, а какой тут, может быть, конечный результат, да, и посчитанный вот эти вот там, не знаю, если вы даже отчеты посчитаете, которые он должен знать, вот пришла проверка, а у вас в этом ГПД нет про проверку, что он должен там представлять интерес, ну, в общем, как бы в ГПД уложить функционал руководителя, по сути, длящийся, очень сложно. И если вы все-таки про безвозмездный труд руководителя думаете, про то, чтобы его нигде не показывать, да, вот персонифицированных сведений, говоришь, что вот нет с ним трудовых отношений, да, и там гражданско-правовых, вот, все-таки мы рекомендуем по-прежнему запрашивать подтверждение у вашего пенсионного фонда, потому что, ну, все-таки все эти письма, это очень хорошо, очень хорошо, что практика меняется, но пока не будут структурные изменения в законодательстве внесены, да, как бы их вроде пытаются, да, потихоньку тут, тут, там тоже, но пока вот именно чтобы это системно было, мы не видим, в общем, наверное, пока, ну, так, нужно тоже очень аккуратно к этому вопросу подходить, вот, а письмо, конечно, письмом поделюсь. Спасибо, Екатерина. В чате тоже благодарят вас. Спасибо большое. Коллеги, всем спасибо, что вы сегодня прямо с утречка с нами, что пришли к нам. Очень большую благодарность нашим прекрасным спикерам сегодня, действительно сложная тема, и не всегда хочется самостоятельно в ней разбираться, хочется, чтобы кто-нибудь взял и сделал, и показал. Спасибо вам огромное за эту возможность. Напоминаю, что мы всем обязательно вышлем видеозаписи и те материалы, которые наши коллеги будут готовы предоставить, ну, и поскольку правовая команда поддерживает, я так понимаю, НКО, да, на волонтерских началах, то мы, конечно же, обязательно дадим вам ссылочку, а куда обращаться, если вдруг вам нужна их помощь. Спасибо большое, что пригласили. Приятно было быть с вами. Ну и надеюсь, что все будет хорошо потихонечку. Мы это все будем раскрывать теперь. Да, теперь нужно плотно поработать с бухгалтером, потому что, конечно, теперь бухгалтерам работы прибавилось. Бухгалтером работы прибавилось. Пока вот мы сейчас это все адаптируем у себя, им будет непросто. Ну что ж, коллеги, благодарим всех за внимание. До следующих встреч. Все знаете, где нас искать и где искать актуальную информацию про наши вебинары. До свидания. Я сейчас завершу наш замечательный Zoom, и всех нас автоматически раскидает по нашим рабочим местам. Спасибо. Спасибо.